Всем привет! С вами ваш переводчик Асылхан. Я рад сообщить вам, что мы с YouTube наконец-то помирились. Он пообещал меня больше не трогать, но я взамен должен выполнять определенные требования. Первое, я всегда должен быть в кадре и делать какую-то реакцию на происходящее. Второе, я не могу использовать синтез речи и то есть больше не будет роботизированного голоса. Ну и третье, я не могу использовать видео чужие без разрешения авторов, чего я никогда и не делал. На этом в принципе все. Также хочу поблагодарить вас всех, что вы поддержали меня в трудные минуты, когда канал был на грани, когда просмотров не было. Я уже чуть было не опустил руки, но благодаря вам мы продолжаем свою работу. Спасибо всем огромное! Сегодня у нас новый, наш новый мексиканский друг Пончо Еско. Он мне очень сильно понравился. Судя по просмотрам, вам тоже. Сегодня у нас его реакция на песню «Омыт алмаз кун». Давайте посмотрим это вместе. Всем приятного просмотра! Мне нравится видеть, как люди приветствуют Димаша. Это невероятное зрелище! Здесь столько страсти, что льется через край. Опа! А вот и сам Маэстро! Субтитры создавал DimaTorzok Здесь у нас потрясающее звукоизвлечение. Уже не каждый певец способен спеть вот так же. Может просто не хватить вокального мастерства. А мы-то все знаем, какой у Димаша диапазонище. Сейчас он на самой первой ступеньке. И он потихоньку будет подниматься. Это дело времени. Можно сказать, что сейчас у него нормальное звучание, которым обычно поет Димаш. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я только что это сделал, чтобы примерно показать вот этот голос, который вдруг стал таким оперным Это прозвучало как что-то очень массивное Он участвовал во многих конкурсах в своей стране Но там не оценили его, потому что посчитали его голос слишком женским И после этого он стал супер популярным в Китае И только после того, как он покорил чужую для него страну его начали по достоинству ценить на родине Я не думаю, что это можно объяснить такими словами, как «Нет пророка в своем отечестве» Я сомневаюсь, что эта фраза сюда подходит Но во всяком случае, это же хорошо, что в конце концов они признали его Мне интересно, что они сказали потом «О, Димаш, мы всегда любили тебя» «Это вот эти вот редиски облажались, и вообще мы с ними больше не дружим» В общем, хорошо, что в его родной стране Он в конце концов получил свое признание Он надел наушник Оба-на, оба-на, сейчас он покажет вам, где крабы зимуют А сейчас, чтобы услышать свой собственный голос Он снял один из наушников Да как? Вот как он это делает? Ребаный йод! Что это было? Эти движения микрофоном Ох, уехал мой автобус Прям далеко уехал Давайте посмотрим, давайте посчитаем Просто посмотрите на ее лицо в этот момент Я думаю, здесь у каждого такое выражение лица Это такое выражение лица, которое не верит во все происходящее А это происходит Гляньте-ка на эти лица Итак, я хочу взять гитару и посмотреть, что это была за нота Ёшкин койот Даже мое тело сопротивляется и говорит мне Не поя ту ноту, даже не смей Не то горлу, хана Давайте попробуем Смотрите, это почти в самом конце гитары Это была вот эта нота А потом он поднимается выше Я не знаю, сможем ли мы сделать это на гитаре На полтона выше Примерно вот так Просто посмотрите, где это на гитаре Я к тому, что до конца гитары осталась вот эта вот маленькая часть Очешуеть Нет-нет, не может быть Это просто дурдом Ядрен микрофон Я рад, что мы справились Я специально для этого подготовил свою гитару Я думаю, это было очень интересно Посмотреть, где он поет Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет Этого не может быть Ваше здоровье Ого! Оба-на! Сейчас еще что-то будет Какого? Хуана! Это самая высокая нота в моей жизни Я никогда не слышал чего-то подобного Вот что это было Кто-то из моих подписчиков Предполагает, что это была свистковая нота Давайте еще раз послушаем Ё-моё! У меня ж так чайник свистит Когда кипит Ну вот как? Я думаю, нет гитары, которая возьмет эту ноту Без шансов гитара Вот нету здесь Этой ноты нет на моей гитаре Нету на моей гитаре Так, где этот отрезок со свистковой нотой? А, вот он А может вот это? Что-то вроде этого? А это была последняя нота на гитаре Вот смотрите И мне интересно Как он делал звучание этой ноты еще громче У меня так точно не получится Моя гитара просто не выгребет Вот ее предел И мне кажется, он поднимается там еще выше И делает примерно что-то такое Я к тому, что мне нужно было максимум поднапрячь мою гитару Чтобы хотя бы приблизиться к тону, который делает Димаш Мы попытались взять ноту Димаша И это прозвучало грифом насмерть Да что там говорить Я до сих пор не верю, что он это сделал Мне нужно видеть это своими глазами Я хочу послушать это снова Вроде это где-то тут Здесь он будто говорит нам всем своим видом Хей, я сейчас поднимусь еще выше Это можно прочитать на его лице Типа, ща-ща-ща Все будет, мои хорошие Давайте просто послушаем И насладимся этим моментом сполна Мне тут пишут Это же абсурдная нота И в этом выступлении он ее не планировал Он хотел взять немного ниже И когда понял, что звука нет Он симпровизировал эту ноту Если это так, получается, мы еще не слышали его полный вокальный диапазон Но если это так Тогда он с легкостью может повзрывать нам наши барабанные перепонки Да что там далеко ходить Если у кого-то будет бутылка в руках Она наверняка взорвется Кайфуем Сегодня мы с тобой кайфуем Кайфуем Кайфуем, кайфуем, народ Он демонстрирует просто невероятный вокал Ого О, черт возьми Мне просто не верится Я не могу Я не могу Я не могу У меня дрожь по всему телу, вот если бы мне кто-то сказал про это, если бы мне кто-то сказал про это, я бы в жизни не поверил. Это сумасшествие, но я все равно должен увидеть это, чтобы поверить. Всем спасибо за внимание, у меня есть к вам большая просьба, подпишитесь на его канал, у него очень мало подписчиков, я думаю он реально заслуживает большего, очень интересный музыкант, реакционер, его очень интересно переводить. На этом все, всех люблю, всех обнял, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok